всем привет это тип топ тв и я марина и вы снова со мной а я с вами и сегодня мы с вами будем печь очень вкусный красивые а самое главное легкий в приготовлении пирог с вишни он похож будет на цветаевский пирог и можно делать начинку не только из вишни но из малины поскольку приближается день валентина день всех влюбленных поэтому я решила сделать форме в виде сердца это как раз будет по теме я думаю что многим пригодится такая идея нам понадобится для теста для основы пирога во-первых 2 стакана муки чуть меньше половины стакана сахара пол стакана сметаны у меня 20 процентная сметана дальше 150 грамм масла 1 чайная ложка разрыхлителя затем для заливки нам понадобится одно яйцо 2 столовых ложки муки чуть меньше стакана сахара стакан сметаны 15 или 20 процентный а также нам понадобится для самой начинки уже вишня замороженная конечно же без косточек 300 350 грамм займемся основы то есть тестом для этого пирога растопим масло для начала я растапливаю в микроволновке только следите чтобы она не закипела и перемешивать я буду в силиконовом мешке вы уже видели в других рецептах это очень удобно и тесто получается как раз то что нужно и руки не пачкаются и никакие больше другие емкости не нужно мыть затем к маслу добавляем сахар из пол стакана сметаны немножечко перемешаем а потом будем добавлять муку муку можно просеивать а можно и не просеивать сразу я в муку добавлю чайную ложку разрыхлителя и тоже высыпаем все в мешок теперь можно спокойно перемешивать тесто вот все ингредиенты смешивать не пачкая руки если тесто получается такое не совсем густое мокроватое то добавьте еще немного муки потому что все зависит еще от сметаны то есть от жирности сметаны и всего остального поэтому я тоже добавила муки где-то две-три столовых ложки и отправила тесто прямо в мешке в силиконом в холодильник полежать пока я буду делать заливку добавляем одно яйцо в емкость где мы будем перемешивать затем сахар 2 столовых ложки муки и стакан сметаны и венчиком просто все это перемешаем до однородного состояния до однородной консистенции чтобы не было комочков кстати говоря сейчас самое время включить плиту на 180 градусов разогреваться чтобы мы поставили пирог уже нагретую духовку смажьте если это необходимо если у вас не силиконовая форма то смажьте масло так силиконовой формы если вы уже в ней выпекали то маслом смазывать уже нет необходимости потому что тесто прилипать не будет и аккуратно распределяем по дну а также еще формируем стенки боковые вот так вот повыше потому что у нас должна поместиться начинка и еще заливка распределяем подтаявшую вишню и самое интересное заливаем теперь заливкой теперь будем наш пирог выпекать 50 55 минут в зависимости от мощности вашей духовки при температуре 180 190 градусов вот посмотрите уже по готовности теста и сама начинка должна немножечко еще играть она застынет уже только при том случае когда пирог сам остынет то есть этот пирог нельзя вынимать пока он еще горячий нужно будет обязательно дождаться пока он полностью полностью остынет тогда уже сможем его достать и красиво нарезать для подачи вот давайте смотреть пирог остыл я его оставила на ночь на столе он немножечко осел но зато стал более твердым сейчас мы попробуем достать видите начинка схватилась после того как пирог остыл и можно не волноваться все будет хорошо разрезаться и не развалится так что имейте терпение обязательно дождитесь полного остывания этого вкусного замечательного пирога думаю что сахарная пудра здесь будет очень к месту основание пирога очень хорошо пропеклось посмотрите какой бисквит а внутри вот здесь наполнение очень очень нежная посмотрите какое тающая во рту и очень сочные вишни в центре и сверху его можно приготовить как и на торжественный случай также просто на воскресный ужин или обед всем понравится гарантирую готовьте не бойтесь очень легкий рецепт и замечательный результат самое главное ну а если вам понравилось видео ставьте лайк подписывайтесь на мой канал если вы еще не подписаны а также я теперь появилась и в инстаграме ссылочку можете посмотреть внизу в инфобоксе в описании к этому видео желаю вам крепкого здоровья благополучия вам и вашей семье любви обязательно всем пока и оставайтесь со мной